Там на виниловых дорожках В зимнем парке тополя так грустны Липы просят подождать до весны Кверху дном все лодки молча лежат Как пилотки затремавших солдат Но ты помнишь, как давно по весне Мы на чертовом крутились колесе Колесе, колесе А теперь оно во сне Здравствуйте! В студии Владимир Марков Сегодня, как всегда, вместе со мной Роман Шатерников Музыкант группы «Наречие», коллекционер виниловых пластинок 22 января исполняется 100 лет со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна Сегодняшнюю программу мы решили посвятить этому замечательному музыканту Роман, какие песни ты выбрал для нашей программы сегодня? Я принес с собой четыре композиции Это героическая баллада для фортепиано с оркестром Две эстрадные песни в исполнении двух львов И армянская рапсодия Для меня выбор удивительный Потому что если бы я на свой вкус делал бы программу о творчестве Арно Бабаджаняна Я бы наверняка выбрал бы какие-нибудь песни из списка Королева красоты, Голубая тайга, Загадай желание, Чертово колесо, пожалуйста, не спеши, Ноктюрн И ни одна из этих песен в твой трек-лист не попала Почему? Ну, во-первых, они слишком известны, чтобы мы их слушали Во-вторых, я вот буквально вчера вечером начал смотреть Какие, собственно, песни сочинил Арно Бабаджанян Ну, конечно, он был на слуху Часто попадался на разных пластинках Но у себя в коллекции обнаружил всего две Это сборник его эстрадных песен И пластинка Льва Барашкова Потом начал читать биографию И удивился, что это композитор, который написал множество академических произведений И вот захотелось как-то разносторонне показать его творчество И начнем с героической баллады КОНЕЦ 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 Арно Бабаджанян получила мировое признание. Ее играют на конкурсах. Также ее исполняли Растропович, Ойстрах, Гилельс и множество других известных исполнителей. И раз уж Арно известен как автор музыки к эстрадным песням, вот давайте пару послушаем. И первая будет песня «Самотлор», которую поет Лев Лещенко. Я живу, считай, почти у моря, да к нему подъезда нет. Я живу на дальнем самотлоре, подо мной большая нефть. Самотлор, столица нефтяная, самотлор мой дом родной. Я ни в чем поверен уж ты не знаю, жаль, что нет тебя со мной. Да, теперь я понимаю, почему Арно Бабаджанян зачастую иронически относился к своим эстрадным песням. Это явно песня эпохи соцреализма, запись 80-х годов Лев Лещенко. И это, как говорится, заказная песня. Но я сто процентов уверен, что вот эту вот песню он написал по чьей-нибудь просьбе или рекомендации. Но учитывая, что самотлор это место рождения нефти, то, видимо, как-то прорекламировать этот регион. Наверное, да. Создать образ героический, романтический, ну, это я согласен. Тем более, что тогда концертные бригады часто ездили на нефтяные месторождения, на БАМ и поддерживали энтузиазм населения. Это тоже героическая баллада. Ну да. На самотлор не бывали? Не приходилось мне вот в таких местах бывать, но могу сказать, что у нас в Белгородской области та же Курская магнитная аномалия была комсомольской стройкой, на которую вот тоже приезжали большие артисты. Это тоже был героический момент в истории уже нашей малой родины. Ну, а если мы вернемся к музыке, то получается, что песни Бабаджаняна пели не только русские исполнители, но и, скажем, Рейса Мактричан, Баян Кодрич, Анна Герман, Виа Оризонт и все это Большой Советский Союз. И, вероятно, на одной шестой части суши, которой тогда являлся Советский Союз, музыка Арноба Бабаджаняна была востребована и популярна. Следующую послушаем песню «Год любви», которую поет Лев Барашков. Наступил по всем поверьям Год любви Из телевины заповедной оборвить. Полюбите, полюбите, Платье красное купите в год любви, в год любви, в век любви. И разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми, да будет долг любви. Что касается Льва Барашкова, он был локально популярен, а эту песню пели многие советские популярные исполнители. Я даже затрудняюсь перечислить их имена, потому что в то время эту песню, по-моему, пели все от Валерия Бадзинского и заканчивая Муслива Магомаева. Плюс какие-то вокально-инструментальные ансамбли бесконечные. Вот эта версия в сопровождении ансамбля «Мелодия» Гораняна. Лишний раз доказывает то, что ансамбль «Мелодия» Гораняна был в то время номер один, наверное, в Советском Союзе инструментальным коллективом и универсальным, кстати, очень. Вернемся мы опять к академической музыке и послушаем произведение «Армянская рапсодия», которую исполняют Галина и Юлия Туркины. Галина и Юлия Туркина. Галина и Юлия Туркина. Кстати говоря, мы композиции слушали в порядке их издания от 1952 года к 1981. «Армянская рапсодия» это, можно даже сказать, авангардное произведение. Оно мне напомнило альбомы лейбла ACM Music, которые как раз специализируются на авангардной музыке или на авангардном джазе. Там уже не совсем понятно, как это правильно назвать. И там издавались такие музыканты, как Ян Гарбарек, Джек Диджанет, из советских Софья Губайдулина. И мне кажется, вот это произведение «Армянская рапсодия» очень близко к этому жанру. И если послушать, например, работы Джона Зорна, то можно даже какую-то параллель провести. Очень жаль, что такие произведения практически незнакомы широкой публике. По-моему, просто здорово. И ты сказал, что это авангард. Ну нет, я, честно говоря, услышал множество прекрасных интонаций, которые использовались, мне кажется, и в песнях. Но все-таки песня – это жанр такой более утилитарный, а это музыка высокого такого полета. Широкой аудитории, наверное, да, не очень известно. А, скажем, в академическом мире я вчера посмотрел очень много исполнений вдвоем и с оркестром, и переложения для различных ансамблей. То есть это произведение исполняется, и можно сказать, что в некоторых кругах известно. Не случайно Арно сочинял такие сильные произведения. Если почитать его биографию, то уже с раннего детства он проявлял талант, с трех лет играл на физгармонии, и это даже заметил Хачатурян. И позже Арно Бабаджанян состоял в армянской так называемой «Могучей кучке». И руководили этим кружком Хачатурян и Шостакович. Вчера, когда я читал биографию, стало интересно, у кого учился Арно, потом у кого учился учитель Арно и так далее, и так далее. И добрался таким образом до Ягана Себастьяна Баха. Так что через 10 рукопожатий Арно был знаком с Бахом. Через 10 рукопожатий и сквозь 300 лет. Я надеюсь, что эта музыка будет жить и займет достойное место, по крайней мере, у любителей классической музыки, потому что песенное признание Арно Бабаджанян получил давно. И завершим опять-таки фрагментом из армянской рапсодии. До свидания. Будьте здоровы и счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok